Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Что будет в новой серии сериала? Сериал продолжается со всем своим азартом. Халил говорит, что на мгновение забыл о дне рождения Зинеп. Мерве спрашивает Халила, празднуют ли они день рождения Зинеп с семьей или в одиночестве. Халил говорит Мерве, что они будут праздновать вместе, как семья. Мерве говорит Халилу, что поможет ему в этом, и просит начать подготовку. Халил хочет подготовить особенный подарок на день рождения Зинеп. Затем Халил отказывается от идеи получить особый подарок, говоря, что Зинеп не сделает ему подарка за то, что он делает, и что ему будет достаточно, если он выполнит свой долг перед Зинеп перед другими. Он говорит, что должен выбрать это украшение в подарок, чтобы окружающие не заметили проблем между Халилом и Зинепом. Утром Сангуль приходит в комнату Зумруд и будит ее. Сангул сообщает Зумруду, что слышал, что Тулай хочет поместить его в дом престарелых. Зумруд плачет Сангул, что она не хочет идти в дом престарелых. Сангул говорит, что первая часть его плана сработала. На этот раз Сангул хочет, чтобы Зинеп выгнала Тулай из дома. Чтобы помириться с Иреном, Сельма пишет ему любовное письмо и кладет его ночью Ирену под подушку. Кумри видит, как Кемет заменяет письмо Сельмы, и Кумри пишет еще одно письмо. Утром Ирен читает письмо и обнимает Сельму, говоря, что прощает ее. Видя, что Кемет удивлен, увидев обнимающихся Ирена и Сельму, Кумри передает Кемету свое письмо, говоря Кемету, что он не достиг своей цели. Кумри предупреждает Кемета, что она знает его трюк и теперь оба взгляда будут прикованы к нему. Когда Тулай приносит завтрак Зумруду, Зумруд говорит, что не будет есть ничего из рук Тулая. Тулай говорит Зумруд, что ей станет плохо, если она не будет есть. Зумруд говорит, что знает, что Тулай хочет поместить в дом престарелых. Удивленный словами Зумруда, нервы Тулая не выдержали и начали кричать на Зумруда. Сангуль идет к Зинеп и говорит, что ее мать ругается с бабушкой. Зинеп приходит и рассказывает Тулай, что она делает. Зинеп успокаивает Зумруд. Казим отправляет Зинеп сообщение о том, что он выиграл тендер. Когда они приносят украшения, которые Халил заказал для Зинеп, Халил отправляет сообщение, в котором говорится, что он придет в свой офис, чтобы передать их Зинеп. Когда Зинеп узнает, что Казим выиграл тендер, Зинеп думает, что Халил звонит мне, чтобы подписать контракт, потому что он проиграл тендер. Тем временем Казим звонит Халилу и сообщает ему, что проиграл тендер и выражает свои соболезнования. Халил звонит Хакану и спрашивает подробности того, что произошло на тендере. Хакан сообщает Халилу, что Казим выиграл контракт, потому что ставка Казима на контракт была на три монеты больше, чем у Халила. Хакан говорит Халилю, что кто-то его предал, и этот человек отправил тендерные документы Казиму, потому что Хакан говорит, что когда он получил конверт с тендерными документами, он был открыт, и Хакан подумал, что Халил, должно быть, открыл его. Судя по словам Хакана, Халил думает, что Зинеп могла быть предателем, и Халил вспоминает сообщение Казима Зинеп. Зинеп входит в комнату с контрактом, когда Халил потрясен, думая, что он предал Зинеп. Не забудьте посмотреть наши вечерние видеоролики, чтобы познакомиться с продолжением сериала. Не забудьте поделиться с нами, что вы думаете об этом в комментариях. Берегите себя и увидимся в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok